Труд кормит, лень портит человека. Под таким девизом живут осужденные женской колонии 6. Производство, как один из основных способов исправления, московская комиссия смотрела в первую очередь. Хорошие цеха, такие открытые, хорошие, большие окна, машинки неплохие, разные, есть получше, есть похуже. Кондиционер работает или что-то такое, но не жарко. Отбывающим наказание в этой колонии обеспечили не только условия труда, но и зарплату, превышающим род. Хотя на руки за вычетом средств на пропитание и проживание женщины получают лишь 25%. Это от 2 до 5 тысяч рублей. Не понравилось нам то, что все, кто работают, они не имеют никаких цветочков. Я вот всех спрашивала, а сколько вы зарабатываете? А они каждый раз говорили, да вы знаете, там 2 тысячи, полторы тысячи и так далее. Мне не верится, что человек, который считает каждую копейку, они считают каждую копейку, чтобы они не знали, сколько они зарабатывают. Стандартов определенных для расчетных листков, которые выдаются осужденным на руки, нет. Поэтому у нас есть своя методика ознакомления осужденных с их заработной платой. Расчетные листки выдаются, но они достаточно мелкоформатные, поэтому они хранятся в кабинетах начальников отряда. Общественная наблюдательная комиссия обратила внимание не только на условия труда, но и на условия отдыха заключенных. Один из стимулов к исправлению для женщин – возможность переехать в общежитие с облегченными условиями. Я так считаю, что это уже второй шаг к свободе. То, что человек исправляется, встает на путь исправления и то, что уже не будет совершать такие ошибки, которые совершал раньше. А вот общежитие с обычными условиями вызвали у комиссии вопросы. В частности, размещенные на всеобщее обозрение фотографии заключенных, нарушавших порядок и склонных к суициду. Такая информация есть и на производстве. У оперативников воняться, там где-то еще. Но вот здесь на учебе обозрение выставлено – это не всегда правильно. Женщины же существа такие, знаете, разные. Но нам приказы этот не оговаривают женщины. А это какой приказ? Мне скажут, что я понимаю. 72-й приказ. Тем, кто работает и отдыхает в комфортных условиях, как оказалось, врачи не нужны. Комиссия выказала беспокойность отсутствием необходимых специалистов. Казалось странным, что мы видели только врача-терапевта и видели только врача-стоматолога, который вот есть. Остальные кто в отпуске, кто в декретном отпуске, кто где-то еще. Больше я не видел их специалистов. После обхода территорий уже на круглом столе обсудили практические вопросы взаимодействия в решении трудовых и бытовых вопросов тех, кто скоро выйдет на свободу. Анна Белогласкина, Олег Фомин, телеканал Первый областной.